Музыка Меня зовут Тимофей Данцов, я из города Зугреса, мне 36 лет. 16 лет из своей жизни я употреблял наркотики. Это были конопля, малихуана, первентин, дезаморфин. Дезаморфин я начал употреблять его намного позже. Моей матери было 5 детей, но они умирали, когда были маленькие, еще младенцы. Они умирали, то есть я еле выжил, меня Бог для чего-то оставил. Для чего-то великого Бог меня оставил, я даже не знал для чего. У меня психика была нарушена, я был болезненным ребенком. То есть по каждому поводу я начал нервничать, по каждому поводу что-то не это. Но мать меня любила таким, какой я есть. В 2012 году я узнал о ВИЧ в своем статусе. Приехала лаборатория в город Зугрес, которая передвигалась на колеса. Она анонимно принимала у людей, которые хотели дать анализы. Узнавши о своем ВИЧ-позитивном статусе, я не видел свое будущее. Я видел одно, что однажды, однажды произойдет чудо. Узнав же мать о моем ВИЧ-позитивном статусе, я не отвернулась. Она просто как-то сказала мне такой момент. Сын, а может у тебя нет ВИЧ-статуса? А может что-то у тебя, ну, я не согласна, что у тебя этот ВИЧ-статус. В 2014 году, 19 января, я поехал к Масурову. А мне Артем Масуров, пастор, которого я находился на реабилитации, говорит, Тимофей, еще одного брата, вместе с ним приехали из города, говорит, Тимофей, есть возможность тебе, говорит, не только реабилитироваться, но и пойти на библейку. Какой-то страх перед учебой. Ну, я знал, что я двоечником был в школе, я знал, что у меня будут сплошные двойки. Но я просто не знал в дальнейшем, что Бог готовит мне судьбу. Бог для чего-то готовит. Говорит, иди учись. Мать выслала, нашла деньги, 1400 гривен, заплатив за три месяца сразу за библейку, за реабилитационный центр. У меня мать приехала на конференцию, у меня становились отношения с мамой. Она увидела, что у меня, слава Богу, все. В первых числах апреля в Першатравинске, где я нахожусь сейчас на реабилитации, находилось служение и знание бесов, демонов, освобождение от проклятий. И в этом освобождении от проклятий я получил исцеление от ВИЧ. Я встал, начал пророчествовать, у меня не будет СПИДа, у меня не будет ВИЧа. 7 апреля, это понедельник, ставшись Верой, поснувшись, я направился в кабинет доверия, где люди сдают на ВИЧ, узнают, как у них статус, все это, где их поддерживают. Процедура знакомая мне. Тесты сдавал и на ВИЧ, и на гепатит. Ну, начал пророчествовать, говорю, у меня, говорю, ВИЧа нема. Я вот пришел просто посмотреть, говорю, я просто хочу, говорю, глянуй, не говорю, просто для себя. Она взяла кровь, сидя, пью чай, общаюсь, проповедую, что говорю, что у меня не будет ВИЧа. Я знаю, что я исцелен, что я получил освобождение. Ну, они так посмотрели, так с недоверием таким, с неверием таким вот. Если у человека ВИЧ, показывают две четкие полосы. Если нет у человека ВИЧа, у нормального человека, отрицательный, показывают одну полосу, четкую. Подойдя, она сняла, показала, что гепатита В нету. Мы выкинули тест. ВИЧ наглянула, одна полоска четкая. Я выскочил с этого кабинета. Я начал кричать, аллилуйя, слава Богу, Господь избавил меня от этого всего. Слава Богу, в новом поколении люди исцеляются. Просто здесь, приехавши, получил освобождение в новом поколении, меня Бог исцелил. Я попросил его взять с собой, чтобы показать людям, засвидетельствовать, что Бог милостлив, Бог благословен, что Он исцеляет, что Он освобождает. Дорогие братья и сестры, я самый счастливый человек, Бог исцелил меня от ВИЧа, слава Богу, пускай Бог исцелит каждого, приходящего к Нему.